Светлана Иосифовна Мартынова – садовод-опытник с 40-летним стажем. На её 13 сотках растут все овощи, косточковой культуры, виноград, а также 100 кустов хосты, 50 хвойников и пока ещё только 27 гортензий. Садовый участок находится в неблагоприятной зоне, поэтому садовод на личном опыте испытывает все новейшие технологии. Доброе утро! Мы с вами прошли методы обработки почвы, методы её смешивания. А сегодня мы с вами поговорим о том, в какие лучше ёмкости высевать рассаду. Это очень важно, потому что когда у нас вот столько много своих семян, их можно посеять в любое место, в любой контейнер, для того, чтобы потом выбрать лучшие и пересадить. Когда мы покупаем семена, особенно если их тут 10, а здесь 5, штук, то в этом случае, конечно, нужно обратить внимание на то, чтобы контейнеры соответствовали размеру семечка. Если вы одно семечко, допустим, перца, посадите вот в такой контейнер, то это нормально. А если вы посадите в пол-литровую пачку из-под молока, то там будет земли очень много. Достаточно туго всхожие семена, вот, допустим, первый посев – это у нас перцы, это достаточно туго всхожие семена. И они могут всходить от 7 до 14 дней. Чем больше ваш контейнер, тем больше влажности, и иногда семена просто закисают, не успев проклюнуться. Вот поэтому я и решила вам сегодня подсказать, в какие емкости лучше высаживать растения. Мы с вами уже намешали почву. Вот сейчас есть в продаже вот такие симпатичные мини-теплички. Они очень хороши, потому что вот 6 штучек, и можно отдельно посадить 3 сорта. Ну, если по 3 штучки, то 6 сортов. Насыпайте почву, обязательно увлажняйте ее, высевайте семена, закрывайте и держите под этой тепличкой до первого настоящего листа. На этом мы сегодня с вами закончили. До завтра. А кому дома каркасные, да бани мобильные? Павильоны, киоски, да формы малые для садового участка. Налетай, народ честной. Строим качественно, с гарантией. Бесплатно сохраним ваши изделия до начала сезона. Вопросы задаем по номеру 215-45-84. Вопросы задаем по номеру 215-44.